Доброе утро! Которые, кстати говоря, можно увидеть на Первом Ярославском каждый четверг в 21.15. Да. Все правильно. Как идет подготовка к форуму? Ну, на самом деле, все в рабочем режиме, все штатно, и мы очень надеемся, что форум наш маленький, юбилейный, пройдет просто здорово. И что в этом году ожидает участников? Ну, как всегда, участников ожидают только самые современные тренды бизнеса, самые, не знаю, интересные варианты направлений развития бизнеса и старта бизнеса, самые лучшие эксперты, которых мы очень любим, которые ездят к нам ежегодно. А в этом году у нас еще и новые появились, американского происхождения, поэтому форум будет просто супер. А вспомните, как все начиналось? Ох, начиналось все забавно и с листа. Сели мы втроем и подумали, а чего не хватает в Ярославле? А форумы? Да, и решили, что нет региональной площадки, о которой может говорить вся Россия. Ну, так вот скромно мы и начали. Втроем придумали форум молодых предпринимателей и сделали его, в общем-то, достаточно на сегодняшний день уже знаменитой, традиционной, и, самое главное, востребованной региональной площадкой для предпринимателей, что здорово. И уже маленький юбилей, пять лет, да? Что за эти годы изменилось, чего удалось достичь? Ну, мне кажется, самое главное, что это родилась такая СМП-семья. Это участники, которые приехали к нам и поверили нам когда-то впервые в 10-м году на форум, они приезжают сейчас уже в пятый раз, и они уже стали бизнесменами, у них уже много бизнесов, и это так интересно. И мы уже дружим и семьями, и регионами, и самое главное, продолжаем эту дружбу вести и распространять уже на другие территории, и это очень здорово. А были ли такие участники, которые вот по прошествии этих пяти лет стали экспертами, выступающими? Да, есть такие примеры, и даже не только экспертами, а даже инвесторами. Даже так? Да, и мне это очень симпатично, потому что ребята обретают, ну, не только новые знания, не только новые навыки, но они еще и перестают, может быть, чего-то бояться, и еще шире распускают свои крылья, и позволяют себе немного больше, в том числе становиться инвесторами, почему нет? Ну, то есть помимо новых знаний, которые они получают, они получают аудиторию, в которой они, находясь, понимают, что они не одни, да? Однозначно. И с проблемами, сложностями, и много таких, и это все можно решить. Да, на форум как раз собираются ребята примерно одного плана, одного уровня развития, и им есть о чем поговорить. Поэтому мы делаем форум выездной, чтобы три дня были все друг с другом, то есть здесь нетворкинг, он рулит по полной программе. А какие основные темы, которые вы занимаетесь поднимать, то есть на чем упор будет в этом году? Ну, весь форум в связи с ситуацией в России мы, естественно, делаем таким антикризисным, то есть темы всем и тем или иным способом попросили экспертов привязать к кризису, вернее, к выходу из кризиса или не впаданию в кризис. И я думаю, что про это мы будем больше говорить. А так у нас пять секций представлены в этом году. Это, безусловно, IT, которая развивается семимильными шагами в мире. Это наше новшество «Бизнес на каблуках», у нас будет секция «Женская». «Биглобал» — тоже уникальная секция, особенно для региональных площадок, только на английском все выступления и пленарные дискуссии. История успеха нам есть чем похвалиться, и за пять лет нам будут как раз представлены истории, которые наиболее яркие, наиболее интересные и очень-очень разные. И пятая секция — это государства и стартапы. То есть у нас очень много мер поддержки предпринимателей есть, но до сих пор мало кто о них знает, еще меньше кто пользуется, а мы эту информацию предоставляем в удобоваримой форме, когда простым языком все объясняется. Куда идти, зачем идти и вообще что будет. Да, что будет. И самое главное, чтобы предприниматели понимали, а надо ли им это. Может, они сами справятся. Вот мне вот это важно. Чтобы верили в себя. Опять же, простым языком, а как можно поучаствовать в форуме, принять участие в нем? Ну, у нас как раз в дневниках форума очень много рассказывается о том, что будет, кто будет, и о чем будем мы там говорить. И у нас во всех сетях представлены форумские площадки. И плюс сайт, на котором можно зарегистрироваться и попасть сразу в базу участников. Он довольно простой, смп-форум.ру. А вот молодые предприниматели – это кто? Какой возраст? Вот это очень хороший вопрос, потому что на самом деле, что союз молодых предпринимателей, который я представляю, что форум – это не про молодость физическую, это про молодость бизнеса. Потому что на старте, хоть у 45-летнего, хоть у 20-летнего, одни и те же проблемы. И поэтому мы говорим про бизнес. А участники, они абсолютно разного возраста. Вот Саша, например, тоже будет в этом году участником форума. Да, Саша? Давайте к Александру перейдем, расскажите о вашем участии. Мы хотим немножко поучаствовать, больше, наверное, презентовать себя как свою компанию, которая занимается видеопродакшеном, да, и, собственно, является партнером форума, составляя из разных кусков даже видео, таких уголков, видеокусочков из всей России, которые присылают нам участники, да, прошлые участники форума, которые хотят приехать и в этом году. То есть они рассказывают свое мнение и пытаются призвать новых людей, говорят и аргументируют, почему это необходимо сделать. Вот мы, собственно, хотим свою компанию, да, также представить. Ну и как мы тоже являемся не таким, скажем так, стартапом, да, то есть на уровне еще начинающим находимся, но опыт уже есть большой. Компания на начинающем уровне. Бизнес молодой, да, профессионалы мы уже стойкие. И тоже хотим немножко поучиться. Было бы хорошо встретиться с теми экспертами, которые, вот, например, я сейчас вижу только вот на экране монитора. То есть площадку форума можно рассматривать не только как место, где можно получить какую-то полезную информацию, но и как вариант продвижения своей компании, так? Абсолютно. Вообще, это, естественно, такое перемешивание всех друг с другом и общение, взаимный обмен опытом. В любом случае, это определенные и важные контакты друг для друга. То есть не просто обучение, еще, естественно, обмен контактами, который очень важен, особенно для тех компаний, которые хотят быть не просто регионального уровня, да, то есть хотят развиваться уже на что-то более... На федеральном уровне. На федеральном уровне, да. Да, я бы два аспекта еще добавила. У нас есть уникальная возможность вот в эти три дня просто попить кофе с экспертом. Взять за руку там одного из руководителей крупных компаний, которые к нам приезжают экспертировать, и просто сесть с ним поговорить. Вот у меня есть, например, такая идея или вот такой стартап. Насколько вы жизни способны, да? Да, надо тратить деньги, там, силы и все остальное или нет. Где такая возможность есть? Ну, нигде, честно. Вот. И еще один большой аспект. В воскресенье мы ежегодно традиционно проводим краш-тесты стартап-идей. И здесь тоже это прикольная фишка, когда можно уже вот не с живым стартапом, как у Саши, например, он уже бизнес ведет, он уже подрослел. Уже все, да? Живый стартап. А вот когда еще вот на грани у меня есть или идея, которую я уже оформил как-то, не просто там мысли, или уже бизнес-план даже готов, и я уже первые шаги какие-то сделала. И как раз представить его там экспертам. Ну, краш-тест это краш-тест, там громят и... Разносят. Да, разносят очень жестко. Но разносят профессионалы. То есть они аргументируют. Они не просто все плохо, а вот лучше вот так, вот так, или вот это лучше не делать. Это не в тренде, это в 15-м году в кризисном, не нужно будет никому. Поэтому лучше там повременить или объединиться. И многие проекты, ну, понятно, что подарки мы дарим за первое, там, второе, третье места. Понятно, что это аудитория, которая тебя слышит, и твой проект можешь протестировать. Но здесь еще важно, что некоторые идеи находят своих коллег с другого региона. Или эксперты, которые есть, они заинтересовываются и предлагают свою даже помощь бесплатно очень часто. И, ну, это вообще дорогого стоит. И мне кажется, что вот за этим как раз вот молодым, которые хотят чего-то еще пока, и не боятся кризисного года, надо ехать обязательно. И в том числе у нас в качестве призов в этом году коучинг от просто вот суперименитых товарищей, суперименитых экспертов, и мы их пока не раскрываем. Будет через недельку в дневниках форума на Первом Ярославском. Мы расскажем, кто эти люди, которые, если ты побеждаешь в краш-тесте, ты получаешь коучинг один на один. То есть сразу управляются как профессионалом, можешь дальше развиваться. Это очень, да, это дорогие вещи. Классно, что в такое кризисное время по-прежнему есть люди, которые занимаются тем, чтобы у вас были предприниматели, чтобы это все дело развивалось, а люди не только боялись. Ну и лучше, наверное, пережить несколько каких-то негативных минут, слушая, что твой бизнес не способен от эксперта, чем узнать это потом на практике где-нибудь в середине 2015 года. Да, абсолютно. Елена, Александр, спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости. Спасибо. Ну, я думаю, что то, что будет происходить на форуме, зрители Первого Ярославского увидят, потому что мы хотим подготовить видеоотчет, потому что наше направление, одно из направлений, это некое событийное видео, и я думаю, что Первый Ярославский захочет. Даже если сегодня пришел, то он может увидеть. Да, обязательно покажет. Спасибо вам. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.